Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Правда, сегодня у нас выпуск не про Барселону, так как к нам поступило предложение от сборной России, и это наш уже вроде как второй сбор с командой. У нас идет подготовка к чемпионату Европы. Сейчас глянем. Да, мы играем на чемпионате Европы, мы прошли вместе с итальянцами, как вы все прекрасно это знаете, и чемпионат Европы, поэтому мы готовимся с европейскими командами. Дания, которая в реальной жизни будет с нами в группе на чемпионате Европы 2021 года, из-за пандемии перенесли на год, и также сборная Ирландии, ну, наверное, все-таки с датчанами сыграю первым составом. Вот он. Все-таки тут и Дзюба, и Смолов, всеми с девятыми, ну и ладно. Вот мой стартовый состав, вот он мой второй, так что все. Сегодня сыграем два матча, на этом и закончим выпуск. Ну, а потом я все-таки планирую увеличить наш хронометраж, можно так сказать, и не по два матча, там по три, может быть, будем играть, чтобы быстрее уже закончить этот сезон, потому что уже на дворе у нас апрель, а у нас только в карьере ноябрь. Надо увеличивать время, так что поехали. Так, по составу, ну да, все вот так. Давайте я только вместо Васина, вот, хотел бы в первую составку Тепова бы поставить. Вот, мне-то кажется, понадежнее будет. Вот так вот, поехали. Итак, выездной у нас матч, поэтому мы готовы. Датчане тоже, Кристиан Эриксон здесь еще, главный лидер сборной Дании. Ну и мы начинаем. Денис, ты можешь. Опа-опа, это уже пенальти, моехли какой-то сбил. Ну, Джуба сейчас, естественно, будет, наверное, пробивать. У него, надеюсь, он лучший. Ну да, у него лучший. Как учил Джуба, а сильные по центру мы сейчас под перекладину забьем. Ну, почему вот я бил под перекладину, видели, а он пробил как-то в центр? Вот. Чуть левее, я вообще под перекладину бил. Пошла очередная подача Джики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки пропускаем. Вот какой раз уже сейчас за вот эти полчаса защитники просто вот так вот сбрасывали прям на ногу игрокам Дании. Ну, это просто, почему так? И Федя Смолов. 1-1 вместо Дзюбы вышел, забил, красавчик. Кому нравится смотреть на игру Федора Смола, просто фееричную, можете посмотреть на нашем канале также. Карьера за Локомотив, там мы просто в Лиге Чемпионов только играем. Бакаев вообще на нуле уже. Вы посмотрите, у меня осталось 7 минут, и вы посмотрите на них, как так? Что в настройках может быть там изменено? Почему? Вот, все по 50. Все по 50, почему они вздыхают так? Ну и конечно. Зашибись. Что вот сейчас вообще происходило? Я не понимаю, почему у меня все игроки уже в первом тайме, в концовке уже. Жирков там вообще 30 минут отыграл, и все, он уже на нуле практически бегал. Что это вообще такое? Ну, естественно, у нас игрок травмирован, теперь еще зобнен. Так, я не буду проводить тренировку. Потому что там все в сборной, скорее всего. Ну и последний матч против Ирландии. Мы играем вторым составом. Почему у меня Черешев здесь? Кузяев будет. Здесь Васин. Посмотрим, что этот состав сделает. Ну что же, наш второй матч. Мы играем против сборной Ирландии. Дома. Поехали. Смолов. Это твой шанс. Ах, еще и штанга. Замечательный. Смолов снова. Наконец-то, Смолов уже 2 мяча за 2 матча забивает у нас. Сейчас, надеюсь, все-таки выиграем в этом матче. Центр нажима Лединова получилось. И Федя снова дубль. Все. 3 мяча за 2 матча. И, скорее всего, мы точно уже обыграем в бурной Ирландии. Отлично. Смолов хорошо находит Резвана Мирзова. И издевательским таким ударом, низом, покатил Мирзов. 3-0 сборная Россия обыгрывает Ирландию. Так бы с датчанами играли. Ну это что, пенальти все-таки? Да, пенальти Кудряшов сбил. Ну и развел нас Браун. На этом пенальти. 3-1. С 3-1 победа сборной России над Ирландией в товарищеской игре. Федор Смолов забил 2 мяча. Становится лучшим игроком, я так понимаю. Да, 9-5 у него оценка. Голевую не отдал. Нет, отдал все-таки на Мирзова. Ну и Мирзов там тоже одну голевую на Смолова отдал. Проводим мы теперь тренировку. Все вроде как вернут. Почему сбилось? Ну что ж, друзья. Спасибо всем за просмотр. Давайте сразу посмотрим, что у нас будет в следующем выпуске. Я бы здесь бы действительно взял бы вот эти вот 3 матча, потому что интересно было бы и против Баруси, и Атлетика против них сыграть. Тем более мы сейчас сможем обогнать их, если обыграем в гостевом матче. Вот 3 матча мы сыграем в следующем выпуске. Ну а дальше, наверное, вот будет там 4 уже там по ситуации будем мы смотреть. Все равно всем спасибо, друзья, кто смотрел этот выпуск. С вами был Андрей, канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok